На данном участке дороги установлены видеокамеры фото-видео фиксации РИСПЭ. Они установлены таким образом, чтобы другие участники дорожного движения не видели их. Соответственно, никакой полезной функции они не носят, кроме как собирательной. Это очень плохо и неприятно видеть, что таким образом устанавливаются эти комплексы. Для чего эти камеры вообще предназначены и закуплены, и установлены на данном участке дороги? Для того, чтобы снизить аварийность. В очагах они ставятся. А получается, что у нас государство не заботится о гражданах, оно просто собирает деньги. Потому что эффекта от того, что камера так стоит, никакого абсолютно не будет. Потому что они ни предупредительные функции не носят. Мы покажем нашему государству, нашим руководителям города. Как нужно предупреждать людей. Учитесь. Вадим, что это за конструкция? Это фото-видео фиксация дорожного контроля. Но она носит не карательную функцию, а она носит предупредительную функцию. Сейчас, минутку. Так что мы будем предупреждать. А вот камеры, которые здесь стоят. Они носят карательную функцию. Зачем эту конструкцию, похожую на камеру, ты сейчас будешь устанавливать? Для того, чтобы другие водители, которые двигаются по поддам направлении, видели похожий предмет на камеру фото-видео фиксации от дорожного контроля. Тем самым снижали скорость на данном участке дороги и снизили аварийность на этом же самом участке дороги. Как она правильно называется? Крис-М? Крис-П. Вот реальность видит скорость. Вот это предупредительное, да? Вот, 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 бачканый наш, вот. Ирина сказала, это работает, учитесь. Смотри, уже снизили. Сейчас наблюдали картину, как из-за поворота вот именно по улице Шишкова автомобили как бы на большой скорости выезжают. Сейчас мы, я думаю, продемонстрируем вам это. А когда подъезжают ближе, видят нашу, так скажем, самодельную камеру и прям резко тормозят. То есть, в данной ситуации наша картонная коробка реально работает. Здравствуйте! А скажите, пожалуйста, вы вот сейчас достаточно быстро ехали, ну, с соблюдением, да, скорости положенной, а потом снизили скорость. По какой причине? Камера стоит. Камера. А вы видели, что это не камера, а это муляж? Нет, не видел. Не видели, да? А настоящие камеры видели, где находите? Ну, бывает, вижу. Нет, а вот сейчас на этом участке дороги вы видите настоящие камеры? Камера стоит передо мной. Это муляж. Ну, так кто же знает, что это муляж. Мы видим, как непосредственно установлена наша камера, так как мы ее сами устанавливали. Камера фото-видео фиксации, дорожный контроль. Вы можете ее наблюдать. Она абсолютно видима для всех участников дорожного движения. И, как мы видим, все снижают скорость на данном участке. То есть, она эффективна. Пойдемте посмотрим, как установлена государственная камера фото-видео фиксации. Крис ПФ в простонародье. Пойдем. Так, и что мы здесь видим? Мы видим здесь устройство Крис ПФ, которое невидимо для наших участников дорожного движения. То есть, оно абсолютно неэффективно. Я так понимаю, вы обслуживаете вот эти камеры, правильно я понимаю? А вы кто? Гражданин Российской Федерации. Достаточно этого будет? Я вам не обязан отвечать. Я вам могу назвать свои фамилии, имя, отчество. Я вам не обязан отвечать. Да я вас спрошу, а вы можете не отвечать. Я не отвечаю. Вы непосредственно охраняете эти объекты, правильно я понимаю? Ладно, не будете на этот вопрос, можно на другой ответить. Почему именно таким образом они расположены здесь? Чтобы не были видны для всех участников дорожного движения. Почему? Я вам ничего не обязан. Не, ну вы можете пояснить вообще что-либо? То, что вы обязаны, не обязаны. Вы можете добровольно пояснить по этому поводу? Я вам ничего не обязан. Какую организацию представляете? Ваша карточка, должно ли вы здесь находиться? То есть, мне хотелось бы получить от вас какую-то информацию. Что за организация? Кто вы? Вот, пожалуйста. Тут есть телефончики. Что за телефончики? Что здесь такое? Вот, позвоните. Нет, нет, я спросил, какая организация. Что за организация вы? Там, внизу написано. Что здесь? Я вижу здесь адрес. Организация здесь не указана. Вот, позвоните вам все равно. Кем вы являетесь? Позвоните вам все равно. От какой организации вы работаете? Я вам еще раз повторяю. Все вопросы по этим телефонам. Это секретная информация? По этим телефонам вам все объясняют. Это секретная информация? Я вам задал вопрос. Я вам объясняю. Вы просто-напросто ответьте на мой вопрос. Это секретная информация? Я вам отвечать ничего не обязан. Что будет, если мы эти устройства передвинем? Будете иметь законы. Ну, а что предусмотрено законом? Узнайте потом. Нет, так вы скажите. Потом узнаете. Подождите. Вы здесь, наверное, с какой-то целью находитесь? Может быть, вы завладели этим имуществом? Позвоните, вам все расскажите. Так я хочу от вас узнать, какая организация, что за организация обслуживают эти камеры? В общем, тот телефон, по которому нам дали позвонить, неэффективен. Почему? Мы просто не смогли туда дозвониться. Никто так и не взял трубку. Неоднократно попытки я предпринимал по этому поводу, но он неэффективен. Значит, что хочется сказать по поводу сотрудников, которые обслуживают? Вообще, какая-то секретная информация, я не пойму. Они как минимум должны, обязаны сказать, что за организация обслуживает, кто они такие. А они все скрываются, молчание. Но это ненормально. Научите, пожалуйста, своих сотрудников общаться с гражданами, выносите им полную информацию, которую необходимо им знать. Потому что они имеют полное право знать, кто фиксирует и на что фиксирует. Мы просим руководство ЦФАП, руководство города о том, чтобы эти комплексы устанавливались таким образом, чтобы они были видимыми для всех участников дорожного движения, чтобы они реально действовали, чтобы они были во благо, чтобы они предотвращали, чтобы они снижали правонарушение аварийности. Тогда это будет эффективно. Тогда граждане вам скажут спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!